Аббас Радикович, ну, хочу обсудить с вами, чтобы вы как политтехнолог это все разложили, реакцию Кремля на победу Трампа. Не спешили там поздравлять 6 ноября. Песков сказал, что Путин не собирается поздравлять. Путин что-то в виде поздравления сказал на Валдай. Далее, вот это сейчас история непонятная, был или не был телефонный звонок. И если был, то почему Песков это отрицает? Вот это все в какую цепочку складывается? Кремль в шоке от победы Трампа? Алена, Кремль изначально был, конечно, очень сильно воодушевлен. Сейчас они пытаются свои эмоции собрать, привести к общему знаменателю. И пока, конечно, это не получается. Радость, она была в значительной степени связана даже не только, может быть, не столько с фактом победы Трампа, что, действительно, Трамп для нас важен, сколько с поражением врага. То есть они исходили из принципа враг моего, врага мой друг. Раз Трамп злейший враг демократов, ну, значит, нам на благо. Пусть же не будет, так сказать. Вот сейчас, когда Трамп уже победил, когда эта история материализовалась, вот сейчас они начинают пытаться, ну, все это уже, понимаете, то есть это все перетекает из плоскости эмоций в плоскость практической политики. И они должны сейчас, ну, уже конвертировать вот эти эмоции в какие-то там планы, дорожные карты. И когда они этим занимаются, начали заниматься, то они, конечно, столкнулись с большим количеством вопросов. Ну, то есть вопросов гораздо больше, чем ответов. Значит, Трамп, это такой феномен очень многофакторный. И одновременно все факторы учесть и сложить, и понять, что перевесит плюсы и минусы, достаточно непросто. Я уверенно об этом говорю, потому что я вот нахожусь сейчас на Ближнем Востоке. Вот видите, значит, Тель-Авив вот со мной там. Значит, и здесь такая же, абсолютно такая же история. Здесь тоже, ну, не до конца понятно, что будет. Хотя Трамп, конечно, ну, в целом для израильтян, для Израиля и для Антоньяху это такая очень позитивная историческая история. Его первый срок был очень позитивным. Но, тем не менее, сейчас, когда начали конвертировать это все в конкретику, то тоже все в основном чешутся в затылках. То есть пытаются понять, что Трамп поддержит, что не поддержит. Потому что то, что он поддерживал тогда, сейчас не факт, что будет поддерживать сейчас. Во всяком случае, окружение, источники его окружения ровно об этом говорят. Вот, в общем, такая история сложная с Трампом, связанная не только на российском, вот, украинском направлении, точно так же и на Ближневосточном. Значит, если все-таки вот все то, что я сейчас наговорил, попытаться, значит, суммировать и прийти к каким-то более конкретным выводам, потому что я, конечно, понимаю, что соловья басню не кормят. Ну, значит, я скажу так, вот, с точки зрения политики, конечно, Трамп для Путина это подарок, это нечто, некто гораздо более подходящее, чем Харрис. Ну, хотя бы потому, что Трамп сам по себе человек авторитарных таких замашек, он абсолютно равнодушен, так сказать, к судьбам демократии, к правам человека, к моральной стороне вопроса, скажем так, он очень циничный, и, значит, там, убитые люди его, так сказать, не ужасают. Вот, и он в этом смысле, конечно, больше подходит для, в качестве партнера для Путина, то есть он, понимаете, он будет для Путина более комфортабельным партнером, потому что он, для него, понимаете, в его глазах Путин не маргинал. Вот в глазах Харрис, или там, в глазах Байдена, или в глазах Макрона, или там, в глазах Шольца, Путин, Путин маргинал, да, вот он, он автократ, он уничтожает демократию, он убивает людей, поэтому даже если, там, мы должны иметь с ним дело, нам приходится с ним общаться, да, там, глава ядерной державы, приходится вести переговоры, жать руки, улыбаться, но, тем не менее, в глубине души мы все равно знаем, что он не нашего полиягода, так сказать, да, то есть он, он чужой, так сказать, вот. Для Трампа в этом смысле Путин абсолютно нормальный, да, Трамп в гораздо большей степени готов уважать и учитывать интересы Путина, озабоченности Путина, он может их тоже где-то в глубине души будет считать какими-то странными, эти претензии путинские, но в целом он, при этом, он будет относиться к нему с большим уважением. То есть если Байден считал главной своей задачей вот на этой войне наказать Путина, не допустить ничего из, ну, что позволило Путину считать себя победителем, то Трамп вовсе не считает это своей задачей. Он считает своей задачей остановить войну и все, да, значит, и в этом смысле, вот, когда Путин говорит, я, значит, там, давайте учитывать реалии на земле, я готов остановиться и забрать то, что я сейчас контролирую, а Зеленский будет говорить, нет, я хочу, значит, забрать все свое назад, то Трамп, как это уже сказал один из источников его окружения, значит, ну, забудьте про захваченные территории, да, буквально так было сказано, а, значит, Трамп скажет, ребята, ну, там, чей Донбасс или там чей Крым меня не волнует, вот Байдена это волновало, а Трампа это не волнует. Мне важно, чтобы вот прямо сейчас перестали стрелять. Самый простой способ, чтобы сейчас перестали стрелять, это вот, значит, удовлетворить путинские хотелки. Ну, давайте удовлетворять путинские хотелки. Вот, поэтому вот с точки зрения такой вот чисто политической, Трамп, конечно, Путину выгоден. Но вот когда ты начинаешь смотреть на экономику, там, конечно, возникают очень серьезные вопросы. Дело в том, что Трамп сделал ставку на дешевую нефть, он, ну, вообще на все угли по дороге, значит, он собирается реально обрушить цены на мировом рынке. Терепарст уверен, что 50 долларов будет к маю следующего года, цена на нефть. Первый же день. Вот объективно говоря, возможности у Трампа это сделать есть. И это очень серьезный удар по Путину. Да, вот, понимаете, экономика российская, она, мягко скажем, не в лучшей форме. И лишиться источника, основного источника денег, но это прям ситуация такая. Ну, может быть, не сразу, вот прям в моменте катастрофическая. Но рано или поздно она таковой окажется. Я напомню, что Советский Союз именно из-за этого, в конце концов, и развалился. Почему советское руководство пошло на перестройку? Ведь они же там не идеалисты были. Именно потому, что с период высоких цен на нефть в 70-е годы сменился резким падением цен на нефть в 80-е. И финансировать вот эту всю агрессивную международную деятельность, когда по всему миру Советский Союз поддерживал десятки разных там захребетников, режимов сателлитов или всяческих партизанских движений, антиколониальных, антизападных. Ну, вот, это очень дорого стоило. Гонка вооружения очень дорого стоила. И когда Рейган взвинтил еще вот эту гонку, объявив в начале программы СОИ стратегической обороны инициативы вывода ракетных войск в космос, и Советское военное руководство потребовало от партийного руководства денег побольше, давайте, нам тоже надо это же самое делать. Ну, так после этого тут же, значит, было принято решение, что надо, ну, раз денег нет, надо что-то делать. Надо, давайте перестройку делать. Перестройка же начиналась не как политический проект, а как проект экономический. Ускорение, там, хозрасчет. Это были экономические реформы, которые потом уже перерастли в политические. И военные руководства, руководства КГБ, все поддержали Горбачева. Ведь изначально-то Горбачев не то, чтобы сам, знаете, взял, придумал все это с нуля, так сказать, с бухты барахта. Он был абсолютно системным игроком. Но он ничего бы не стал такого делать, если бы не было консенсуса. А консенсус был связан с тем, что все, дешевых денег нет, нефть дешевая, поэтому давайте повышать эффективность собственного народного хозяйства. Вот пометуя ту историю, вот ты прям смотришь, ну, сейчас мы в этом направлении движемся. Точно так же Россия ввязалась в многочисленные внешние авантюры. Самым авантюрным из них, конечно, является украинская война. Да, но помимо этого, вы же видели только что саммит Брихтс, они там с пафосом в Казани провели. Сколько на себя обязательств они там набрали перед этими, значит, странами третьего мира, которые там теперь, значит, союзники путинские. Вот. И в этой ситуации, представляете, и раз, и цены на нефть падают. То есть Трамп, он на самом деле, может быть, потом, спустя, знаете, годы или десятилетия, мы выясним, что Трамп оказался в деле противостояния Путину гораздо более эффективнее, чем Байден. То есть Байден закусился с Путиным вот по принципиальному для Путина вопросу, да, и, значит, и возник конфликт. А Трамп, он, ну, знаете, из серии «Мягко стелит, жестко спать» может получиться. Ну, то есть он будет улыбаться Путину, сжать ему руку по тем вопросам внешней политики, которые для Путина в приоритете, и при этом, ну, что называется, обойдет его с тыла, и Путин даже не заметит, как просто так сказать обанкротится. Вот, поэтому давайте пока исходить из того, что ни мы, ни Путин, ни, я думаю, ни сам Трамп, Трамп тоже, на самом деле, он человек очень импульсивный, зачастую действует так, ну, то есть он очень антисистемный, понимаете? Вот, и поэтому очень много он там раздавал обещаний, которые теперь непонятно, как выполнять, вот, то есть он, я думаю, там, свои дорожные карты тоже сейчас только только рисовать. Да, и поэтому вот я предлагаю пока вот ограничиваться тем, что я сейчас сказал, наверное, ничего больше, ничего более конкретного я на сегодня сказать не смогу. Я все-таки вот к церемониальным моментам хочу вернуться. Если вы вот утверждаете, что Кремль более все-таки радуется, что победил Трамп, нежели Камала Гаррис, почему же тогда они эту радость не проявляют? Ну, например, в 2016 году еще покойный Жириновский там разливал шампанское в Госдуме и поднимал тост за перезагрузку российско-американских отношений с приходом Трампа. Сейчас вот даже в первый день Си Цзиньпин поздравил Трампа, а Путин единственный, кто не поздравил. И Песков тогда сказал, что не собирается поздравлять. Ну, он его поздравил в ходе Валдайской встречи публично. Значит, я думаю, что первоначально, я говорю, у них были эмоции. А когда вот они, когда все случилось и победа, победа вот она, вот она произошла, да, и вот тут они только начали думать. И здесь у них, ну, во-первых, в голове вот эти мысли, ну, то, что вы говорите, Дерипаско озвучил, да, значит, эти мысли в голове так, елки-палки, а что ж теперь будет? Ну, то есть есть очевидные плюсы, но есть и очевидные минусы, и есть, ну, и, соответственно, непонятно вообще, во что это в конце концов вылится. И на вот это ощущение непонятности происходящего наложилось еще, ну, вот эта травма, связанная с тем, что за два с половиной года войны они много раз уже испытывали какие-то надежды и потом разочаровывались. То есть вот, значит, прям с первого же дня началось, там, думали, Киев за три дня, да, и потом, значит, у них одна неудача, вторая. И вот за эти два с половиной года они много раз уже взлетали, ну, а когда ты высоко взлетаешь, то падать тебе приходится очень больно. И я думаю, возобладала вот эта точка зрения, что давайте уже не будем слишком высоко взлетать, потому что народ уже несколько раз ушибся и уже так со скепсисом все это воспринимает. То есть каждая наша очередная победная реляция, когда мы, значит, вот-вот сейчас мы уже там их добьем, да, вот это множество разочарований, которые они испытали за эти два с половиной года, привели к тому, что народ все это, каждую победную очередную реляцию начинает воспринимать уже не столько с воодушевлением, сколько с негативом, с раздражением. Да ладно, знаем, уже плавали, слышали уже. То вы нам обещали там их киев за три дня, то вы обещали, значит, там, заморозить их зимой 22-23 года, помните, активно тоже продвигали этот проект. Сейчас, значит, только что американцы там вам пообещали в прошлом году, значит, что все, больше не будут поставлять оружие. И мы полгода надеялись, что вот-вот у них оружие кончится. И тут опять раз закрома, так сказать, открылись. И тот же самый Майк Джонс, который полгода назад прикрыл эту, значит, поставки оружия Украине, вдруг опять открыл. И, значит, опять разочарование, там, вторглись в Харьковскую область летом 22-го года, были выбиты оттуда. После этого вообще курс получился, катастрофа позорящая. Тут еще, значит, приходится корейцами уже воевать, поймите, для них это, ну, очень серьезный удар по самолюбию. То есть получается, что что, без корейцев-то сами не справились, тоже богатыри. Вот. И, ну, по совокупности, вот эта вот осторожность, знаете, как обжегшись на киселе, дуешь на воду. Ну, вот. То есть есть вот эта эмоция, да, и есть общее просто понимание, что Трамп слишком многофакторный феномен, который непонятно к чему это еще приведет. Субтитры создавал DimaTorzok